Всем здорова! Я тут понял, что перед тем, как рассказать про тактику взвода, надо все-таки прояснить пару вопросов с послевоенным оружием пехоты, так что этот ролик будет продолжением сразу двух других, от того, что про послевоенное стрелковое вооружение и тактику успешного отделения на БТР и БМП. Говоря об этом, прежде всего напомню, что пехота, как таковая в США и СССР, превратилась в мото-пехоту на бронетранспортерах, а позднее и боевых машинах пехоты, что, естественно, не могло не отразиться и на дальнейшем развитии стрелкового оружия уже в 70-е годы. Хотя бы потому, что именно вооружение БТРов и боевых машин пехоты становилось основным при ведении боя, особенно на дальних дистанциях. Во-вторых, значительно изменились и условия, в которых приходилось вести боевые действия. Времена, когда пехота вела бои на открытой местности в чистом поле, вот как таковые, они все дальше отходили в прошлое. Просто потому, что на такой местности пехота, будь то вот своя или вражеская, будет без проблем уничтожена огнем артиллерии и авиации. Да и более того, даже если возникнут ситуации, при которой в бою друг против друга на открытой местности окажется пехота на пехоту, вот без поддержки со стороны тяжелого оружия, танков, артиллерии и авиации, все равно при наличии автоматических винтовок и ручных пулеметов возникнет позиционный бой, ибо автоматическое оружие дает больше преимуществ обороняющимся. И даже тактика штурмовых групп тут не всегда помогает. Кроме того, нужно учитывать военно-политические условия холодной войны, когда предполагалось, что боевые действия развернутся в первую очередь в Западной Европе, вот с многочисленными узлами коммуникаций и городами. А с другой стороны, и локальные вооруженные конфликты в большинстве своем также протекали вот в то, что обычно называется в особых условиях, вот будь то джунгли Вьетнама или горы Афганистана, и где слабая сторона в конфликте старалась избегать столкновений вот в невыгодных условиях на открытой местности, а старалась вступать в бой только если он протекал на равных условиях без тяжелого оружия, вот то есть опять же в глухих джунглях, ну и тому подобное. В общем, подходя к главному, я думаю, многие уже поняли, к чему я все это, к тому, что в результате оружия пехоты, автоматы и пулеметы стали больше затачиваться под бои на малых и средних дистанциях, нежели чем это было раньше. Плюс к столкновениям в особых условиях, город, джунгли и лес, но все же вот несмотря на прорывшуюся тенденцию, даже здесь есть свои тонкости. Ну и начну я, пожалуй, с автоматов и американцев. Как я уже говорил, американская схема вооружения, отделение из М14 и М60, хорошо подходит для боя на средних и дальних дистанциях, и при этом позволяет поражать легко бронированные цели и пехоту за легкими укрытиями. Но вот для ближнего боя она не очень-то и пригодна из-за громоздкости оружия. И в конце концов, американцы и начали работать над идеей автоматической винтовки и для ведения ближнего боя, но не простой, а такой, которая также бы годилась еще и для боя на средних дистанциях до 500 метров. И именно М16 под патрон 5.56 на 45 и стала такой винтовкой. Всю историю создания М16, устройства, принятия на вооружение я рассказывать не буду, потому что это просто глупо в условиях, когда без меня тут много чего можно найти. Но важно сказать, что при разработке М16 основной упор был сделан на обеспечение прицельного автоматического огня очередями на дальности до 500 метров, что в общем-то и было достигнуто. И в результате М16 по своим огневым характеристикам превосходило главного конкурента на той стороне ЭТАКМ, который очередями на дистанции более 200 метров прицельно стрелять не мог. Более того, и одиночным огнем поразить цель на расстоянии в 400-500 метров было для него непростой задачей из-за баллистики промежуточного патрона СМ-62. Но за всё хорошее надо платить, и в случае с М16 платить пришлось пробивным действием пули на средних дистанциях, что ограничивало поражение целей за лёгкими укрытиями, хотя вот насчёт поражения целей в зелёнке имеют место быть споры. Но вместе с тем и останавливающее действие пули 5-56 оно и не слишком велико, из-за чего и в ближнем что новом бою М16 не лучшее оружие, потому что мало ведь попасть в противника, его ещё нужно и опрокинуть, так чтобы он уже не смог продолжать бой. И со всем этим у М16 всё-таки были определённые проблемы. Но всё же преимущества, которые давал М16, перевешивали эти недостатки, и в конце концов также и у нас, в связи за американцами, тоже решили перейти на новый патрон 5-45, благодаря чему у разработанного под него АК-74 удалось повысить прицельную дальность стрельбы и также увеличить точность и кучность огня при стрельбе очередями, и конечно же с приобретением тех же недостатков, как и у М16. И глядя на это, можно выстроить линейку или эволюцию индивидуального оружия пехотинца, вот от магазинных винтовок времён Первого и Второго мировых войн, точных и мощных, но не скорострельных, к самозарядным винтовкам типа Гарант и СВТ, в общем-то с теми же характеристиками, что и магазинные, но теперь ещё и с большей скорострельностью. Затем к автоматической винтовке М14 с большой прицельной дальностью одиночным огнём и способной стрелять очередями, но всё же малопригодной для ближнего боя, и в противовес ей автомат Калашникова, ориентированный в первую очередь на ближний бой, но с возможностью поражения целей и на средней дистанции одиночным огнём. И наконец М16 и АК-74, с помощью которых можно уверенно поражать цели автоматическим огнём на средних дистанциях до 500 метров, но с определёнными ограничениями по пробитию и останавливающему действию. По сути здесь же можно увидеть то, что автоматы под патрон 5.45 и 5.56 заполняли разрыв в дальности от 200 до 500 метров, добавив возможность прицельного огня очередями, чем значительно расширили возможности пехоты как по подавлению, так и по поражению противника. В этом отношении новое оружие под уменьшенный патрон было эффективнее и АКМа, и М14, которые могли вести только одиночный огонь по целям на дистанциях более 200 метров, ибо из-за большой мощности своих патронов были трудно контролируемы в плане отдачи, особенно это касалось М14. И к тому же патроны к новому оружию были легче, и их можно было взять больше, а это на самом деле тоже очень большой плюс. И по сути концепция М16 и АК-74 это концепция универсального малокалиберного автомата. Да, в этой системе не обошусь без недостатков, как я уже говорил, эффективность огня на средних дистанциях против легкобронированных целей, вот вроде автомобилей, укрытой за легкими препятствиями пехоты, и вот солдат в бронежилетах, она в общем-то снизилась. И вот тут я подошел к довольно известному утверждению, что старый, но мощный АКМ лучше АК-74 или М16. И тут можно вспомнить историю о том, как солдаты в Афганистане и Чечне отказывались от 74-го клаша и брали АКМ. И не только они, но и американские вместо своих М16 брали те же АКМ во Вьетнаме и в Ираке. И дело тут вовсе не только в надежности или простоте. Проблема в том, что перед рядовым стрелком с автоматом спектр огневых задач довольно обширен, и требуется вести огонь по целям на различных дистанциях, по разным типам целей, которые отличаются размером и уровнем защищенности, подвижным и неподвижным и тому подобное. И под все эти задачи невозможно создать автомат, который бы выполнял их все одинаково хорошо. С другой же стороны, затачивать вооружение пехотинца под какую-то одну характерную задачу, оно неизбежно приведет к проседанию при стрельбе под другим целям в других условиях. Думаю, рассказав про АКМ и М16, я этот момент смог прояснить. И поэтому индивидуальное оружие пехотинца нынче универсально, насколько это возможно, вот в пределах 500 метров. Все-таки я еще раз напомню, что после войны у нас произошло вытеснение индивидуального оружия пехотинца и изведение боя на дистанциях свыше 500 метров. Так же, как и у американцев после перехода на М16. Теперь это уже была работа для ручных, единых пулеметов и вооружения БТРФ и БМП. Так вот, говоря о том, что во многих ситуациях АКМ под патрон 7.62 лучше, чем оружие под патрон 5.45 или 5.56, объясняется именно тем, что у крупного калибра большее останавливающее действие, которое можно с большей гарантией уложить противника именно в ближнем бою, для которого и предназначен в первую очередь АКМ, в отличие от М16 и АК-74. Дополнительной проблемой в данном случае, кстати, также является и наличие бронежилетов, которые позволяют сохранить жизнь солдата в ситуациях, когда вот без него, он был бы тяжело ранен или откинул бы коньки. Речь здесь, конечно же, не идет о стрельбе из автомата по бронежилету в упор, такого он, конечно же, не выдержит. А вот если пуля калибра 5.45 или 5.56 вот уже на излете и пролетела это к метров 300-400, то вот здесь бронежилет уже спасает положение, по сути, вот снижая эффективную дальность автоматов. Хотя бронежилеты в не меньшей степени предназначены для защиты в первую очередь от осколков мин и артиллерийских снарядов. У меня есть подозрение, что лучше не показывать этот видос людям, повернутым на оружие, а то развяжут холивар, обязательно врубят вентилятор и организуют процесс массового забрасывания говном. Также учитывая, что я сознательно не раскрыл тему надежности, технологичности и простоты в обслуживании своения оружия. Но тут опять же и без меня вопрос раскрыт с разных сторон. На этом пока все, подписывайтесь, комментируйте и распространяйте.